По всей стране идет массовая борьба с клещами. В этом году они активизировались несколько раньше. В Москве и области зафиксировано уже около 1000 пострадавших. При этом на одном человеке после прогулки могут оказаться до 20 насекомых. Как обезопасить себя от укусов клещей, расскажет Анна Троян. Более сотни укусов клещей зафиксировано этой весной в городском округе Люберцы. И это вполне объяснимо. Вокруг и внутри муниципалитета много природных зон. Ходить под деревьями можно спокойно. Распространенный миф, что клещи могут упасть прямо с ветвей или более того напрыгнуть, всего лишь легенда. А вот с травой нужно быть осторожными. Если она не скошена или не обработана, в ней могут ожидать кровопийцы. Клещи могут напасть не только в лесах и на дачных участках. Чертик города этих паукообразных можно встретить в парках и скверах, а также неухоженных заросших местах. Ждут, пока там будет проходить какое-то теплокровное животное, в том числе и человек. И прямо падают на проходящего. И потом ползут вверх по поверхности тела, выискивая себе место подходящее. Укус клеща почувствовать сложно. Присасывается он гораздо незаметнее, чем комар. Поэтому после прогулки на природе необходимо внимательно осмотреть свои вещи и тело. А лучше всего заблаговременно обработать открытые участки кожи и одежду репеллентами с пометкой от клещей. Да и вообще, перед выходом на природу одеться нужно максимально закрыто. Значит, клещ может заразить несколькими, как называют, клещевые инфекции. Это, естественно, клещевой энцефалит. Это тяжелейшее заболевание, которое может к смертельному исходу привести к инвалидизации из-за параличей. И второе заболевание – это клещевой баррелиоз. Иначе он называется лайм-баррелиоз или болезнь лайма. Клещевой энцефалит, хоть и опаснее, встречается гораздо реже. От него может спасти заблаговременная вакцинация. Баррелиоз встречается повсеместно. Вакцины от него еще нет. Однако спастись от болезни поможет антибиотик доксициклин, который нужно принимать сразу после укуса. Что очень желательно. Если есть такая физическая, как говорится, возможность, что ты обнаружил клеща, лучше его не стараться самому снять, а обратиться к нам в травмпункт. Вот именно в нашу поликлинику, в травмпункт. Почему? Потому что они там, во-первых, грамотно его снимают. И этого клеща они отправляют автоматически в лабораторию, где его самого исследуют, заражен он чем-то или нет. Если в медпункт попасть нет возможности, ни в коем случае нельзя снимать клеща голыми руками и мазать его маслом. Наиболее безопасный способ – аккуратно извлечь насекомое с помощью петли из нити. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.